Добрый день, друзья! Меня зовут Берекович Алексей, я архитектор. Задумав построить дом и обратившись к архитектору, заказчики часто слышат вас здесь. О геологии вы делали? На языке профессионалов это инженерно-геологическое изыскание, которое нужно проводить в том месте, где будет строиться дом. В данном видео я постараюсь коротко рассказать, что такое так называемая геология, как она выглядит и зачем она нужна в практике. Данное видео будет состоять из двух систем. В первой части я расскажу, что такое инженерно-геологическое изыскание и как выглядит документ, который должен получить заказчик после проведенных инженерно-геологических изысканий. Во второй части, на примере конкретного проекта, я расскажу, как инженерно-геологические изыскания повлияли на фундаменты дома. Дом маленький, и даже при маленьком доме проведение инженерно-геологических изысканий позволило избежать довольно больших неприятностей. Итак, а зачем нужны вообще инженерно-геологические изыскания? Грунты бывают разными. Не только песок, чернозем, глина. Много разновидностей суглинков, супесей, лесовидных суглинков и так далее. Все виды грунтов имеют разную несущую способность, то есть разную прочность. Под воздействием влаги от таяния снега или дождя, грунты превращаются в грязь и несущая способность их уменьшать. Это приводит к неравномерной осадке фундаментов и может привести к трещинам в стенах и разрушению зданий. Только зная свойства конкретных грунтов в конкретном месте строительства, конструктор может принять правильное решение и запроектировать фундамент, подходящий для данных условий. Изыскание выполняет сертифицированный специалист, геолог. Для этого на месте будущего строительства бурится несколько скважин, грунт берется на анализ, увозится в лабораторию. В лаборатории делают испытания и выдают заказчику отчет о проведенных испытаниях. Стандартный отчет представляет собой альбом порядка 15-20 страниц. На первой странице обычно указан адрес участка, реквизита исполнителя и год проведения изыскания. В альбоме обязательно должен быть квалификационный сертификат исполнителя. Сертификат свидетельствует о том, что исполнитель обладает необходимой квалификацией и несет юридическую ответственность за свою работу. Страница содержания. Содержание есть содержание. Указано, какие разделы и дополнения входят в подсчет. Вступление. Во вступлении обычно указывается адрес участка, где проводились изыскания, время проведения, описан объем работ, количество скважин и глубина бурения. Следующий раздел – физико-географические условия. В этом разделе описываются климатические условия в районе проведения изысканий. Даны температурные данные, данные об осадках в разное время года. Указана глубина промерзания грунтов. Следующий раздел – это геологическое строение участка. Он посвящен описанию геологического строения грунтов в конкретном районе. В данном примере это описание касается Киевской области. На этом разделе заканчивается общая часть и начинается важное – описание условий нашего конкретного участка. Следующий раздел под номером 3 называется «Гидрогеологические условия участка изыскания». В этом разделе описана глубина залегания грунтовых вод, исследуется агрессивность вод, следует иметь в виду, что некоторые воды, грунтовые, могут разрушать бетон или вызывать коррозию арматуры, а может и то и другое. Раздел 4 носит название «Инженерно-геологические условия участка изыскания». В соответствии с нормативами, инженерно-геологические условия разделяются на три основных категории. Первая категория – простые условия. Участок ровный, грунты однородные, грунтовых вод нет. Вторая категория – условия средней сложности. Участок наклонный, грунты состоят из четырех или менее слоев, слои однородные, но уже присутствуют грунтовые воды. И наконец самое неприятное – третья категория – условия сложные. Участок неровный, грунты состоят из более чем четырех слоев, грунты неоднородные, грунтовые воды разного состава размещаются на разной глубине и так далее. То есть, выполнив изыскание, если оказалось, что под вами грунтовые условия третьей категории, вы можете радоваться. Ну, это, конечно, шутка. Но это значит, что геологию вы выполнили не зря. Далее в этом разделе идет описание так называемых инженерно-геологических элементов или по-простому разных слоев грунта, которые выявляются при бурении скважины. Тут же дана глубина промерзания. Очень важным является раздел 5, в котором дается прогноз изменений инженерно-геологических условий. Например, может быть указано, что возможно образование верховодки, что говорит о том, что подвал нежелательен. Верховодка возникает в том случае, если один из слоев грунта, например, состоит из галины. И на этом слое задерживается вода, которая появляется во время дождей или таяния снегов. Один из самых интересных разделов – это раздел вывода и рекомендаций. В этом разделе указывается глубина промерзания. Даются рекомендации по конструкции фундамента. Затем идут дополнения. Вот посмотрим таблица 1. Это таблица лабораторных испытаний. На основании этой таблицы геолог делает свои выводы и дает рекомендации. На этом листе показано расположение скважины. Необходимо, чтобы каждая скважина была привязана к границе участка и при этом стояла отметка верха скважины. Это очень важная информация для конструкции. Следующая страница. На ней находится таблица нормативных и расчетных физико-механических характеристик грунтов. На основании этой таблицы конструктор и проводит расчет фундаментов, определяет в какой слой грунта фундаменты можно посадить. Остальные 4-5 листов – это геологические разрезы. Очень важная информация. Исходя из этих разрезов и таблицы расчетных характеристик, определяется глубина заложения фундамента. Я подошел ко второй части видео. Теперь на примере конкретного проекта «Ласточка» площадь дома 113 квадратных метров рассмотрим, как повлияли результаты инженерно-геологических изысканий на конструкцию фундамента. Размеры дома 8 на 9 метров. Дом двухэтажный. Стены из газоблока. Толщиной 375 мм. Перекрытие первого этажа – железобетонные панели. Второго этажа – деревянные баллы. Дом получился маленький, но тяжелый. В типовом проекте были предусмотрены ленточные фундаменты глубиной заложения 1 метр. Данный участок находится в пойме реки Днепр. После выполнения геологии оказалось, что грунтовые воды высоко. От поверхности 1,4-1,8 метра. А по прогнозу они могут подниматься еще на 1-1,5 метра. То есть данный участок принадлежит третьей категории сложности. Было принято решение. Под домом вырыть котлован. Из котлована убрать почвенно-растительный слой и слои, которые туда попадают. Засыпать котлован песком, уплотнить этот песок. И на песке устроить ленточные фундаменты. Такое решение позволило поднять фундаменты выше уровня грунтовых вод. И отказаться от выполнения очень дорогой монолитной плиты под всем домом. И выполнить более простые и дешевые ленточные фундаменты. Задумав построить дом, вы должны помнить, что фундаменты это основная часть дома. Ремонтировать и усиливать фундаменты работы очень дорогостоящие и очень часто просто не выполняют. Поэтому, выполнив геологию и разработав проект фундаментов в соответствии с конкретными геологическими условиями, вы можете избежать крупных неприятностей. Спасибо за внимание. Если это видео показалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok